дорогие друзья всем привет с вами школа машинного вязания лорейн лохард и меня зовут лора мы решили ввести рубрику по средам полезные советы полезные лайфхаки для вашей вязальной машины сегодня мы открываем эту рубрику первым лайфхаком или новым приемом как закрыть петли в конце закрытие петель в конце существуют множество каждый из них используется по своему назначению здесь я вам предлагаю метод который предоставит вам закончен край изделия вот я закончила свою работу предположим и все я не хочу никакой дополнительной обработки каретку переводим в положение частичного вязания если вы вяжете набрать и нажимаем на правую кнопку под если вы вяжете на silver включите рычаги для кругового вязания верхней кареткой я выдвигаю одну свободную иглу на которой выполняю петлю обвива в работу ввожу 4 петли кстати их может быть 5 их может быть 6 если вы выбираете 4 петли например нужно будет начать вязание с двух дополнительных петель обвива в данном случае для трех мне достаточно одной и так у меня четыре иглы в работе зажата правая кнопка под и повторюсь частичное вязание это чтобы потом не было мне получилось провязываем один и переносим петли на один игольный шаг и каретку возвращаем слева вводим в рабочее положение одну иглу провязываем ряд и докируем три петли на один игольный шаг влево вводим одну иглу в работу провязываем ряд и докируем 3 петли возвращаем вводим одну иглу докируем увидите делается это быстрее чем говорится возвращаем вводим работу провязываем закрываем и возвращаем вводим одну провязываем выполняем смещение или докировку на один игольный шаг справа и возвращаем в результате этих манипуляций мы получили вот такой классный посмотрите закрытый край он абсолютно закончен он не требует больше никакой дополнительной обработки если вы хотите получить длину края точно такую же как ширина полотна используйте ту же плотность на которой вязали длину края можно регулировать меняя значение плотности изменяя значение плотности здесь конечно требуется большие навыки но вы можете выполнить фигуру любой сложности это особенно актуально например для краев горловин для краев любых скосов которые не имеют прямой формы где требуется регулировка плотности для получения правильной заданной формы вяжите с удовольствием и пишите ваши комментарии итак мы что мы